Работы на Бабушкино провели, как и обещали, за две недели. ТГК-14 отремонтировал теплосети и, как того требует закон, положили новый асфальт. Исходя из того, что дорога достаточно свежая, ее должно хватить как минимум на ближайшую парочку лет. Так, на первый взгляд, все нормально. Заключение может дать только тот, кто делал. Мы же сейчас не видим, сколько щебенки положили. Мытая она или не мытая. Асфальт какой температуры укладывался? 140 градусов или 90? Ну и вот прочее, прочее вот такие. Об этом мы не можем сказать. Поэтому подноготную мы не знаем, но товарный вид, на первый взгляд, нормальный. Но без нареканий не обошлось. Например, асфальт возле колодцев уложен не на одном уровне. И, пожалуй, это беда всего города. Абсолютно свежие дороги в Улан-Удэ постоянно обзаводятся искусственными кочками-доямками. А также возле одного из канализационных люков вместо асфальтового покрытия положили бетон. И, как говорят эксперты, до полного схватывания бетона должно пройти аж 28 дней. И это далеко не первый случай недоделок со стороны тепловиков. На улице Шмидта заплатки над теплотрассой словно ирокез. Старый асфальт по бокам и пласт покрытия чуть свежее прямо по центру дороги. Да и тот уже обзавелся парочкой нехилых выбоин. Вся дорога находится в ненормативном состоянии. Здесь очень мало ездит машин, несмотря на то, что это центральная улица. И она может служить одной из таких транспортных квартир нашего города. На этом участке накануне представители ОНФ проводили один из своих рейдов. Теперь они возьмутся за дорогу на Бабушкино. Внимание активистов привлекла непривычная зернистость асфальта, что может означать использование некачественных стройматериалов. В адрес комитета мы направили письмо с просьбой пригласить представителей ОНФ для наблюдения за процессом приемки выполненных работ. Вообще к этому отрезку дороги у нас возникает много вопросов. В том числе это ровность покрытия, это дорожные работы, как они проводились, сколько было использовано смеси в правильной пропорции, какое было качество выполнения работы. Разумеется, тепловики прошлись лишь по тому месту, где была необходима починка ветхих труб. По проблемным отрезкам на Бабушкино считался промежуток от перекрестка до путепровода. И там, где закончился новый асфальт, начинается кусочек старой разбитой дороги, буквально на 50 метров. Но городские власти даже не подумали о том, чтобы скоординировать свои действия с тепловиками и за раз отремонтировать весь участок пути. Вадаман Хоев, Евгений Жамцуев, телекомпания АТВ. Продолжение следует...